Итоги реализации в Кабаринобалкарии национальных приоритетных проектов обсуждены сегодня на очередном заседании Совета по нацпроектам и демографической политике КБР, провел его глава Кабаринобалкарии Арсен Коноков. Министр образования и науки Сафарбиш Хагапсоев отчитывался по всем направлениям работы ведомства. Это и развитие дистанционного обучения детей-инвалидов, и поддержка талантливой молодежи, и реализация федеральной целевой программы развития образования до 2015 года. За исключением последнего, все намеченное выполнено, доложил министр. В настоящий момент дистанционным обучением охвачено 357 подростков из всех муниципалитетов республики. В следующем году к ним присоединятся еще 60. Это направление имеет первостепенное значение, отметил глава КБР. Подытожив сказанное на Совете, Арсен Коноков попросил всех участников реализации нацпроектов работать эффективнее. В конечном итоге от этого зависит благополучие населения и, в первую очередь, детей. В тягу службы, предоставляемые детям, предложил бы утвердить повестку заседания, приступить к работе. Есть нюансы, детали, и вот на то, что было отмечено, более без формализма, если эти вопросы будут решаться, те, которые озвучены, да, особенно первый и второй вопрос, что является очень важным, да, непосредственно, вот, особенно по детям-инвалидам. Опять же, вот, очень активно у вас, если вы занимаетесь адресом, наверное, и этими детишками, еще раз обратите внимание правильности вот всех этих направлений, которые вы сегодня делаете, и чтобы с тем, что в 2012 году программа заканчивается, обязательно подхватили в 2013 году, необходимые работы проводили, это очень важно.